У американцев есть такое высказывание, друг друга поздравляют с пятницей, говорят друг другу Happy Friday. Сегодня, когда с работы возвращался, чувство такое же было. Думаю, слава Богу, что рабочая неделя закончилась, мы можем собраться опять вместе. А пользуясь моментом, хотел бы поздравить наших дорогих мам, наших жен, наших бабушек с предстоящим праздником, с Днем Матери. Мы вас любим, мы хотим вас поблагодарить и сказать, что вы нам дороги. И, знаете, люди, которые наблюдают за статистиками, считают время, они почитали, говорят, что мама в среднем, если у нее двое детей, проводит такой рабочий день, как мужчина 12 часов на стройке. Она дома, с двумя детками. Так что вы делаете огромный труд и хотелось бы пожелать вам много терпения, здоровья, чтобы ваши коленки не болели, чтобы вы молились за ваших детей. Чтобы вы молились за ваших внуков, потому что это важно. И имейте общение, говорите больше с ними, открывайте себя, рассказывайте им о своей жизни, рассказывайте им, какие чудеса Господь сотворил в вашей жизни. Чтобы вот эти свидетельства, они были как ступенечки, на что было опереться, чтобы было вспомнить. Мне это рассказала мама, мне рассказала эта бабушка. Влаживайте в то, что важно, в ваших деток, в наших, в ваших внуков с детства. Друзья, мы сегодня прочитаем текст Священного Писания, который описывал апостол Ян. Это знакомый текст, который мы знаем с детства, еще с воскресной школы. Записан послание Иоанна в 11 главе. Будем читать с 17 по 28 стих. Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, стадиях 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешить их в печали о братье их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла к нему, навстречу к нему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что, чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей, «Воскреснет брат твой». Марфа сказала Ему, «Знаю, что воскреснет воскресение в последний день». Иисус сказал ей, «Я, Есим, воскресение и жизнь, и верующий в Меня, если умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит Ему, «Так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря, «Учитель здесь и зовет тебя». Двадцать первый стих. Тогда Марфа сказала Иисусу, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Друзья, наша жизнь, она протекает быстро. И хочешь, не хочешь, случаются в жизни моменты, когда не все так ровно, не все так гладко. Есть эти кочки, есть эти бугорки, есть, когда мы задаем вопросы друг другу, когда мы что-то не понимаем, у нас есть какие-то непонимания с близкими нашими. Наверное, намного серьезнее, когда у нас нет понимания Бога. Когда мы держим, может быть, после каких-то ивентов, которые случаются в нашей жизни, у нас остается какая-то горечь, непонятная нам, почему случилось в такой ситуации так и так. Господи, почему произошло так, как будто это вроде бы могло и не произойти. И хотелось бы об этом сегодня поговорить. Сказать, что не простить Бога, наверное, звучит как-то грубо, но в какой-то степени так и есть. Когда случается что-то серьезное в жизни, ты, бывает, задумываешься, и хоть ты не говоришь это сидящему близким с тобой, но внутри ты себя думаешь, Боже, почему случилось именно так? Почему пришла эта трагедия, и почему случилась в моей жизни вот эта ситуация? Почему диагноз все равно остался рак? Почему помолвка развалилась? Почему, Господи, с работы все равно сократили? Я же люблю тебя, я хожу в дом твой, я служу тебе. Почему, Господи, случается так? И вот это непонимание Бога, какое-то внутреннее, не до конца прощение Бога в каких-то ситуациях, оно предотвращает нас от счастливой, радостной жизни. Мы не можем на 100% шагнуть в следующий день, прославлять Бога, благодарить Его, говорить, Господи, Ты благ, продолжать трудиться Ему. Мы не можем перевернуть страницу на следующий день до того, как мы не поймем, что произошло, Господи, почему это случилось. Почему сын сидит в заключении? Почему дети повязли в каких-то зависимостях? Почему, Господи? И хотелось бы с вами перенестись сюда, чтобы поговорить о этой истории, которую мы прочитали, Вифанию. Вифания, она была очень рядом, там написано в 15 стадиях, они подсчитали, это около двух миль от Иерусалима. Там, говорят, 30 минут ходьбы было, всего лишь навсего. И в Вифании жил Лазарь и две сестренки, Марфа и Мария. Я не думаю, что они были в каком-то молодом возрасте, Христос был, мы знаем, 30, от 30 до скольки, до 33 лет. И случилось так, что Лазарь заболел. Но Лазаря знали все. Лазаря знали потому, что знали, что Христос любит Лазаря. Лазаря знали из-за того, что Христос любил их семью. И Иисус был у них часто. И когда случилось так, что Христа не было, он заболел, Марфа и Мария, может, они поначалу сильно и не переживали, потому что они знали, что у Лазаря есть лучший друг, которого зовут Иисус Христос. Потому что в начале главы мы читаем, что они послали к Иисусу сказать, что тот, которого ты любишь, болен. Напомнить, не просто так, но тот, которого ты любишь, Господи, у него проблемка получилась. Он болен, ему помощь твоя нужна. Я не знаю, какая болезнь там была. И что случилось, что человек за несколько дней, можно сказать, все, ушел. И сох на глазах. Я не знаю, горячка это была или что. Но мы знаем, что когда Христос получил эту весть о Лазаре, что реакция не пришла сразу. Не пришел ответ автоматически, как по электронной почте. Ты нажал, опа, и пришло сообщение. Прошло время, и ответа не было. И мы читаем, что четыре дня после того, как он умер, Иисус вернулся назад в то место. Я хочу, чтобы вы вышли сейчас, как бы, я не знаю, как сказать. Мы часто на эту историю смотрим такими освещенными глазами, все так должно быть, как вот мы представляем это. Марфа и Мария, две сестренки. Они потеряли брата своего. Они знали, что Иисус делал чудеса. Они видели чудеса в девятой главе. Они видели Христа, который, человек, который возле Вефезды лежал, 38 лет, он его исцелил. Он исцелил сына начальника, он дал прозрение в Артемею, в пятой главе, в третьей главе. Они знали, они ожидали это от Бога. Господи, почему этого не случилось? И у них одни и те же слова прозвучали, друзья, у Марфы в 21 стихе, у Марии в 32. «Господи, если бы ты был здесь, не умер брат мой!» С восклицательным знаком. И одна, и вторая. Две сестренки и две разные реакции. В жизни произошло горе, которое для ихнего разума. Они понимали, что это можно предотвратить. Этого могло бы не случиться. «Господи, но ты не пришел». Ответа не было сразу. И две разные, два разных положения от сестер. Одна, написано, встала, услышала, что Христос идет и пошла к Нему навстречу. А Мария сложила ручки и осталась сидеть дома. Друзья, никто не застрахован от того, что в жизни что-то не произойдет. Какие-то испытания, какие-то трудности, какая-то долина смертной тени, какая-то травма, какие-то непонятности. И ты часто задаешь Господу вопросы. «Господи, почему? Почему случается это у меня? Ну, я с детства верующий человек, Иисус. Ты пришел сюда, ты вышел, ты покаялся. Ты принял крещение, ты участвуешь в служении, ты поешь в хоре, мы ездим на поездки, мы готовим, мы трудимся, мы несем служение. Тебе кажется, что все должно быть гладенько. Что Бог должен отвечать на все, потому что как бы ничего этому не мешает. А Христос, бывает, молчит. И ответ не приходит сразу на наши просьбы и на наши хотения. Когда Марфа идет к Нему навстречу, тогда Марфа сказала Иисусу, «Господи, если бы Ты был здесь, не умер, брат мой». У вас было в жизни стих 21? У вас случалась в жизни ситуация, когда вы говорили, «Господи, Господи, почему? Почему это случилось со мной?» Посмотрите, она подходит к Иисусу, и там не звучит «Аллилуйя!» «Асана Тебе, Господи!» Встреча с Иисусом, друзья. Посмотрите, что происходит. Она говорит Христу претензию свою. Она говорит, когда Его увидела, встретила после этого, «Господи, а почему Ты не отозвался? А почему Ты не пришел, когда надо было? Лазарь тот, ты любил его, а он умер. Там не было каких-то восклицаний. Знаете, почему бывает, когда ты придешь в Дом Божий на служение, и у тебя не идет вообще пение? Ну не можешь ты. Вот поют все радостную песню, а у тебя нету радостной песни. А потому что ты можешь посмотреть в чью-то душу и посмотреть, что у него внутри, в сердце? А он пришел просто к Господу сказать, «Господи, я здесь. Ответь, пожалуйста, на молитву мою». Бывает такое в жизни? Друзья, как бы ни было тяжело, какая ни была бы ситуация, одна осталась дома, а другая пошла к Иисусу навстречу. Разница, а у них одна и та же проблема. Знаете, когда случается это, все равно должны мы идти к Богу. Почему? А куда еще идти? Кому еще идти? Петр говорит, «Господи, у тебя глаголы вечной жизни». Кому мы пойдем? Кому мы и зальем душу свою? Посмотрите дальше. Дальше хотелось бы обратить внимание разговор Марфы и Иисуса. Марфа постоянно ему два раза говорит, «Я знаю». Смотрите, стих 22 и 24. «Ну и теперь знаю, чего ты не попросишь, что Бога даст тебе». 24 стихе сказала ему, «Знаю, что воскреснет в воскресенье». Бывает такое, когда у нас случается что-то, что нам непонятно. Мы не веру включаем, не доверие, доверие. А мы говорим, «Я знаю». Да я знаю. Мы знаем, чем лечить. Мы знаем, почему получилось. Мы знаем, почему у кого-то получилось. Мы все всегда знаем. А Христос говорит, «Я хочу, чтобы ты верила. Я хочу, чтобы ты доверяла. Верь, что воскреснет». Каждый раз, когда в нашей жизни испытывается вера, она становится сильнее. она становится сильнее. Проходя через это, мы как духовные люди, мы становимся сильнее. Кто-то сказал, говорит, что, когда ветер огромный идет, и дерево, которое имеет хороший корень, оно становится сильнее в бурю, потому что его раскачивают чуть-чуть, и, говорит, расстанется расстояние между корнями и землей больше. И есть место, куда расти. И корень становится сильнее. Каждый раз, когда испытывается наша вера, она становится сильнее. Мы часто с вами смотрим на ситуацию очень близко, и не поймем, Господи, почему это случилось. Бог смотрит на это гораздо выше. И картинку он эту видит по-другому. Друзья, какое-то время назад я имел возможность, у меня друг есть, которого вы знаете, Хенри Браунсон, это дедушка, который делает таксы, инвалид в Беллофонте. И он благословением в мою жизнь. Когда прихожу, у меня есть время с ним поговорить, побеседовать. Он инвалид. Он 16 лет инвалид. Многие, вы знаете его? Многие же знаете этого, Хенри, делайте тоже свои таксы у него. И мы когда очередной раз разговаривали с ним, я говорю, Хенри, а что случилось? What happened? Что у тебя случилось? Почему ты crippled? Почему ты на инвалидной коляске? Тебе надо, чтобы за тобой ухаживали. Тебя надо, чтобы меняли тебе одежду. Тебя надо, чтобы за тобой помогали тебе везде. Он сказал, Тим, у него загорелись глаза и скрой. И он сказал, мне почти что было 16 лет. Я почти что получил свой драйвер-лайсенс. Он как мальчишка это сказал в свои 70. Я просто увидел это, я вспомнил себя, думаю, я пошел на права сдавать в 16. Я не мог дотерпеться, только день рождения, и пошел сдавать на фермит. Он говорит, я почти что получил свои права. И мы с отцом вышли, говорит, это был воскресный день, это было ветреное утро, и нам надо было резать деревья. И, говорит, одно дерево, оно не так пошло, как они подрезали его, оно пошло в другую сторону. И оно прихлопнуло его. И сломало ему спину. Очень сильно. Он говорит, следующие 4-5 лет они были miserable, они невозможны были. Я только скитался по госпиталям. Но, говорит, посреди вот этого всего я видел руку Божию. Потому что, говорит, в это время мои все ровесники, мои близкие, знакомые, с теми, кем я учился, их отправляли в Вьетнам. И, говорит, оттуда они приходили уже только мертвые. А, говорит, из-за того, что это случилось со мной, из-за того, что это случилось, оставили моего братишку младшего, не взяли на войну. И он ухаживал за мной. И, говорит, мы оба остались в жизни. Он нашел в этой ситуации, посмотрел на эту картинку выше чуть-чуть, почему это так случилось. Мы часто не видим, почему такие вещи случаются. Почему мы идем опять назад к Иисусу? Друзья, посмотрите, Иоанн говорит, что многие пришли утешать ее с Иерусалима. Она их оставила. Она увидела Христа Марфой и побежала к Нему навстречу. Она знала, что только Господь может услышать ее сердце, понять ее боль, печаль. И только Он сможет помочь ей. Не люди, но Христос. Мы, когда молимся, бывает, и просим у Господа ответ и ждем Его сразу. И часто создается даже такое мнение, как будто бы мне Бог что-то должен. Но я же как бы все нормально с Богом у меня. Ну, значит, и Господи, Ты должен отвечать. И как-то хочется, что по-своему шло. Бог нам ничего не должен, друзья. Когда мы осознаем, что Господь сделал для нас, когда мы вспомним, то, что мы сегодня живы, что Он нам дал дыхание, что семьи наши рядом, что у нас нет войны, у нас есть пропитание, Господь Сына Своего отдал. И когда мы смотрим на вот эти все проблемы, которые случаются с другой совсем стороны, оно угошает. Бог нам ничего не должен. Какое-то время назад, буквально, мы возвращались назад в церкви, и мой сын Даник, он сейчас в воскресной школе, он мне напомнил, говорит, он сидел на переднем сидении, говорит, папа, ты помнишь, ты мне 90 долларов должен? А получилось так, что у него копилка была, и он копил туда деньги свои, и какое-то время у меня задержалась зарплата. У вас не было такое, что вы с мешком мелочи идете в джайант сдавать там, и так, чтобы никто не видел, раз-раз-раз высыпал, быстрее она все протрусила, ваучер получил. И он говорит, папа, ты can use my money, можешь попользовать их. Ну и все, мы пошли, мы взяли, использовали его деньги, взяли записку, написали, сколько было. Дэн, мы положим назад в копилку, и говорю, когда у папы будет, я тебе назад отдам. Ну прошло не так много времени, там терпения мало было. Говорит, папа, ты мне должен назад верни. Я говорю, сынок, ну это как-то прозвучало, так колко немножко. Я хотел, чтобы он как бы урок получил через это, не то, что там не хотелось ему отдать это. Я ему говорю, Данилка, смотри, а вот когда папа покупает одежду, когда папа покупает башмаки, которые разлетаются каждый месяц, когда папа покупает велосипеды, которые год прожить не могут, когда папа платит за школу, за уроки музыки, когда папа возит, Когда Папа дает это, 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 когда у вас все есть, вам тепло, вам все проплочено, все. И каждый раз, когда я это говорил, я что-то и причислял, у него улыбка все становилась больше и больше. Он сидел удивленно, смотрел на меня. Говорю, папа, тебе что-то должен? Нет. А что сказать надо? Спасибо. Господь нам ничего не должен. Господь нам ничего не должен, но у нас должно быть сердце, которое могло принимать это, верить это, доверяться Ему в этих ситуациях и идти к Нему, не оставаться дома. Я хотел бы сегодня перед нашей молитвой у тех, у кого есть горечь на сердце, у кого есть вот это непонимание, почему случилось то или то, я хотел бы проговорить словами Марфы, о которой она сказала своей сестре. И сказав это, 28 стих, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря, учитель здесь и зовет тебя. Друзья, что бы ни случилось в жизни, мы должны идти к Христу. Только Он может решить нашу ситуацию. Только Он может решить нашу проблему, потому что идти больше некуда, идти больше некому, не поможет болячки, лекарства, все остальное, поможет Христос. Он даст мир и покой, и Он поможет нам перешагнуть через этот лист в новый день. И отметить еще один момент о Марии, та, которая осталась дома. Она видела, что Господь сделал большое чудо. Она видела, что Господь воскресил брата ее, единственного брата. Но она дулась, она сидела дома, она как бы характер свой показывала, но Господь все это сделал. И посмотрите, в следующей главе, в 12 главе, с чего начинается следующая глава. «За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Ифанию, где был Лазарь, умерший, которого воскресил Он из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежащих с Ним». Смотрите, третий стих. «Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его. И дом наполнился благоуханием от мира». Господь меняет нас. Господь работает с нами. Она несколько дней назад сидела, она не хотела идти навстречу Христу, потому что для нее горе было такое большое. У нее была обида на Христа, потому что ты не пришел вовремя, потому что горе все равно случилось. Но она увидела чудо и сокрушительно она принесла этот мир и волосами своими вытирала ноги Иисуса Христа. Богословит нас Господь, поможет нас быть твердыми, верить Богу, доверять в любых ситуациях, которые случаются в нашей жизни, даже те, которые нам не всегда понятны. Аминь. Помолимся, братья и сестры. Богословит нас Господь.